Дорогие братья и сестры, салам алейкум, мы снова в мечети с нашим дорогим Асхат Хазратом. Салам алейкум. Асхат Хазрат всегда незаслуженно возвышает каждого своего собеседника, пусть Аллах Всевышний воздаст ему. У вас просто очень сильный тувад, ба тувад, скромный слушай. В последнее время мы очень много говорим о проблемах образования, и проблему образования затронул и наш брат Хабиб Нурмагомедов. Уровень образованности в среде мусульман, дорогой наш Хазрат, вы много общаетесь с выходцами из Кавказа, а также с выходцами из Средней Азии. Уровень образованности катастрофически снижается в этих двух сообществах. Что касается татар, и башкир, амхамдулля, уровень образования более-менее еще держится на каком-то уровне, да, хорошем. Но мир стремительно развивается, появляются новые технологии, и мы просто впадаем в Средневековье. В Новое Средневековье мы отстаем от бурно развивающегося мира, дорогой Хазрат, что вы можете сказать по поводу того, как мусульмане должны относиться к получению образования, тем более если это образование касается не религии, а каких-то специальностей относительно профессии, светского мира, окружающей среды, новые технологии, IT. Ведь это не имеет отношения к религии, дорогой Хазрат. Как нам, мусульманам, быть в отношении этих знаний? О знаниях, о науках можно, знаете, в Средневековье можно говорить вечно и постоянно, и вся наша жизнь мы как бы посвящаем и каждый день что-то познаем. И когда Всевышний Аллах послал Хидра к Муса, будучи пророком, думал, что он самый знающий, но Аллах послал к нему тому, кто более знающий, Муса, и несмотря на это, он не был пророком. И всегда из дуа верующих, который верующий должен просить, О, Аллах, увеличь, приумножь мои знания, приумножь мои знания. И знания также, как сказал пророк Мухаммад, саллаху а.с. То есть, только богословские знания. Любое знание, которое приносит людям пользу, то человек, если направил свой путь, и сделал их нас, и сделал это искренне, ради удовольствия Всевышнего, Аллаха, субханам а.теаля, Аллах облегчит ему путь в рай. Также Аллах в Коране говорит, иннама яхш Аллаха мин аибадихин улана, поистине богобоязнь перед Всевышним, это знающие люди. Знающие, сколько, например, людей приходят, познают Аллаха через какую-то науку, через физику, через химию, через географию и так далее. То есть, необязательно брать именно шариатские знания, это не говорится только о шариатских знаниях. Да, это первоначально должен верующий брать для себя, как бы познавать шариат и религию Аллаху субхану а.т. Но это о любых знаниях также говорится, и это то, что поможет человеку даже после его смерти, как сказал пророк Мухаммад, саллаху а.с. Когда человек покидает эту жизнь, его книга деяния закрывается, кроме трех видов людей. Один из них, это тот, кто оставил полезные знания. Не просто шариат, не только шариатские, полезные знания, которые людям приносят пользу. И, аль-хамдуля, это то, что останется после человека в этой жизни. На сегодняшний день, сколько там были правителей, у которых были динары, дирхамы. Мы не получили от них ни динары, ни дирхамы, мы получили знания от Абу-Хурейра, ад-аллаху а.т. На сегодняшний день берем труды, книги, читаем, которые приносят нам, аль-хамдуля, пользу, которую мы берем из этих знаний. Поэтому веру в человек, он должен стремиться брать знания. И над каждым знающим есть еще более знающие, как Всевышний говорит, как в «Фау-ка-куля-ди-и-мин-а-ли-мин-а-ли-мин». Над каждым знающим есть еще знающие. И невозможно просто так взять все знания. Когда человек думает, что взял все знания, и он чувствует себя ученым, знающим, это человек джагиль, это человек незнающий. Поэтому всегда нужно стремиться к знаниям, уважаемые братья и сестры, отпознавать, передавать эти знания другим, аль-хамдуля. Дорогой хазрат, я на что хотел бы обратить внимание. Вы произнесли слово джагиль. Невежество – это то состояние, из которого мусульмане вышли невероятным трудом, невероятными жертвами, усилиями, и трудом пророка Мухаммада, сколько лет он потратил на воспитание своей общины, чтобы вырвать свою общину из джагля. Все те, кого коснулось проведения Господа, чьего сердце коснулось, чьего сердце открылось, пророк Мухаммад, мир ему благословение, над ним усердно работал, чтобы воспитать его и сделать одним из самых знающих в этом мире. Но проблема в том, что сегодня мусульмане скатываются в новую джагилию, в новый джагль, потому что идет волна нового язычества, как говорят аналитики, через социальные сети, через телевидение, через клипы, через кино, нам насаждают новые языческие стандарты поведения и верования. Запад забыл Христа, Запад забыл Ису алейхисалям, нашего пророка общего, Запад забыл о единобожии о поклонении, они погружаются в новый джагль, в новый ширк и тянут за собой тех из нас, кто не берет на должном уровне знания религиозные и знания о своей профессии. Потому что те, кто не берет знания о религии, он сбивается с истинного пути, а те, кто не берет знания о своей профессии, он вынужден потреблять то, что производят они, потреблять кино, потреблять социальные сети, потреблять всякое, вот этот весь контент, которым сегодня забит любой смартфон, любой экран, любой кинотеатр. Потребляя это, он становится их последователем, он становится новым джагелем и незаметно для себя впадает в многобожие, впадает в неверие зачастую. Это первый аспект, о котором мы хотели бы с Хазратом напомнить. Второй, знания сегодня настолько быстро меняются, что пока вы закончите вуз, ваша профессия уже никому не нужна. Вы получаете специальность, к примеру, не знаю, бухгалтера там или маркетолога. Пока вы заканчиваете вуз, уже появляются нейронные сети, искусственный интеллект, который выполняет эту работу лучше вас. К примеру, операторы такси уже никому не нужны, потому что эту работу выполняет Яндекс. Понимаете, скоро доставщики еды будут никому не нужны, потому что эту работу выполняют роботы. Скоро юристы будут никому не нужны, потому что договора будут составлять, Опять-таки, программы искусственного интеллекта. И для того, чтобы не потерять профессию, для того, чтобы не скатиться в нищету и не остаться без работы, мы каждые три года должны повышать свой уровень образования в своей профессии, чтобы мусульмане всегда оставались в авангарде развития современной цивилизации. Номер один. Я уже тоже начинаю английский язык. Вы видите, мы с Хазратом сидим за партами, как ученики. Значит, я у Хазрата беру знания в делах религии, а Хазрат говорит, что готов изучать английский язык в центре Аль-Каиры. Видно ли, иншаллах? We started together. Иншаллах. Еще хотел бы, Шейх Руслану, добавить, уважаемые братья и сестры, вот правильно его заметили. Пророк Мухаммад сказал, что Всевышний любит дела своих рабов. Если он делает, то делает это тщательно. То есть должно быть, поэтому в каждом направлении должен быть профессионал своего дела. Если, например, человек занимается часами, он должен быть профессиональным часовщиком, механиком, электриком, программистом и так далее. А у нас в сегодняшний день, субханаллах, человек как-то хочет обучать людей, на то не имея знаний. В интернете сколько тоже ложей о пророке Мухаммаду, саллаху алейхи салям. Человек услышал один хадис и думает, что он стал ученым, и начинает вступать в спор, будучи, например, водителем автомобиля. Ты будь хорошим водителем, колоссальным автомобильным водителем, если ты на это учился, если ты там... Но не лезь туда, куда ты не знаешь, где у тебя нет знаний. Как Аллах в Коране говорит, Перед тем, как что-то сказать и сделать, нужно знать. И когда уже, пророк Мухаммад сказал, наступит такое время, когда уже не останется ученых, тогда То есть люди возьмут себе учителей, джахилев, так скажем, невест. И без знаний они будут давать фетвы, отвечать на вопросы, тем самым будут самих себя заслаждать и других людей вывозить заблуждение. Да, и вот то, что дорогой Хазрат сказал, насчет того, что нужно в каждой специальности быть таким профессионалом высочайшего уровня. Я хотел бы привести пример, когда я учился в Дамаске, в Исламском университете Абу-Нур. Группу наших студентов пригласили в Испанию по обмену студентами. И вот вы знаете, группа студентов арабов поехала в Испанию, но они ничего не знали об Испании. Они не изучали ни географию, ни историю должным образом этой страны в Исламском вузе. Они изучали только шариатские дисциплины. И они даже не успели подготовиться. Их преподаватель не подготовил их к поездке в Испанию. В итоге они не смогли ничего рассказать интересного для испанских студентов. Они не смогли заинтересовать их. Понимаете, они не смогли увлечь и повести за собой. Они не смогли привлечь их, чтобы эти испанцы стали слушать сирийских студентов. То есть эти испанские студенты смотрели на сирийских студентов как на недоученных школьников. К сожалению, уникальная возможность, чтобы коснуться сердец каждого испанского студента была упущена. А ведь Испанию 800 лет была мусульманской. 800 лет. У нее огромное наследие, о котором можно было бы рассказать и сказать, это ваша история. Это история каждой испанской фамилии. Вы посмотрите на облик испанских городов. Это же мусульманские города, которые потом переделали в европейский формат. И напоследок, дорогой Хазрат, я хотел бы еще одну историческую параллель провести. Что без знания, без глубоких знаний, но с отвагой в сердце можно, конечно, добиться временных побед. Но построить процветающее общество, процветающее государство нельзя. Многие сподвижники, которые готовы были ради того, чтобы обрести довольство Всевышнего, у них не было должного уровня образования. Они просто шли за пророком, они просто шли за полководцами из числа сподвижников. У них не было должных знаний, но когда они завоевали победу, когда Аллах Всевышний даровал им победу, для того, чтобы построить процветающее общество мусульман, процветающее государство, понадобились знающие люди. И, к сожалению, взяв огромные территории, когда нужно было управлять огромными территориями растущего халифата, халифы из числа праведных халифов уже при Омаре, ради Аллаха, вынуждены были обращаться к христианам. В министерстве по налогам и сборам в халифате Умара, ради Аллаха, работали православные, православные арабы, Серджун бин Дамаскин, его сын Иоанн бин Дамаскин, которые почитаются православной церковью. Понимаете, на тот момент не хватало специалистов у мусульман, чтобы строить государство недостаточно быть отважным, таким, с хорошей окладистой бородой. К сожалению, сегодня мусульмане больше зациклены на этом, на боевых единоборствах, на том, что на улице можно, на рынке можно, в бизнесе можно силой, нахрапом что-то решить, заработать много денег. Но мы и так не построим процветающее общество, дорогие братья. Искренне вас благодарю. Сегодня Хазрат постится. У него сегодня сначала силы должны вернуться через Ифтар. Прочитаем дуа, чтобы Аллах Всевышний принял его праведные труды, его посты, его намазы за все то усердие, которое он прикладывает к тому, чтобы коснуться сердца каждого из нас и довести хоть малую толику своих огромных знаний. Слава Богу, чазайкум лакхайр. Валякум, дорогой. Благодарю, шейх Руслан. Миша Аллах. See you next week, иншаллах, my teacher. Миша Аллах. We will speak Arabic language and English language with our dear husband. Иншаллах, визналлах. Миша Аллах. Миша Аллах. Миша Аллах. Миша Аллах. Миша Аллах.